Это программа новости Сургут 24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Шимцев и в начале выпуска коротко о главных темах. Две трагедии за несколько часов. В Сургуте насмерть сбили пешеходов. В медучреждение нашего города поступила вакцина против гриппа. Зачем ставить прививку и кто может это сделать? Когда вместо подъезда выгребная яма, встреча жителей с главой Сургутского района переросла в перепалку. Два человека погибли на дорогах Сургута в двух ДТП с разницей в 4 часа. Первая авария произошла около половины девятого вечера 4 сентября. На неосвещенном участке трассы между поселками Лесной и Дорожной 60-летний водитель внедорожника Ниссан сбил 43-летнего мужчину. Он шел по проезжей части в попутном с транспортным потоком направлении. На пешеходе не было одежды со светоотражающими элементами, которая обязательно при движении вне населенного пункта. По всей видимости, водитель джипа поздно заметил мужчину и сбил его. Удар пришелся в правую часть автомобиля, а пешехода отбросило в лесополосу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Другое ДТП произошло в половине первого ночи 5 сентября. Напротив торгово-развлекательного центра «Аура» водитель «Лады» сбил девушку-пешехода. По предварительной информации ГИБДД, она пересекала проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора. Удар был очень сильным, пострадавшую отбросило на несколько десятков метров вперед. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи-реаниматологи около час оборолись за жизнь пострадавшей. Однако травмы, полученные при столкновении с машиной, оказались смертельными. Ведется следствие расследования. В съемочной группе программы «Что произошло» удалось побеседовать с очевидцем ДТП. Он рассказал, что девушка переходила дорогу на мигающий зеленый свет, надеясь успеть добежать до середины проезжей части. А водитель ВАЗ-2114 ехал на высокой скорости. Он пивзаводит, что-то не врезался в столб, он с левой стороны, получается, обогнал меня. Я хотел его догнать, сказать, ну, потише ехал. Он опять, получается, подрезает меня, стояла здесь на световом воде курзак. Номер не помню. Он обгоняет, она прошла отсюда. Он сбил, все, я подъехал сразу. Ну, хотел первую помощь. Тут вариантов нет, уже позвонили в скорость. Я его даже на воздух видела, как он летел. Ну, метров пятьдесят, наверное, если даже на душе. С начала года на дорогах Сургута произошло 207 аварий, в которых 14 человек погибли и 267 получили травмы. Смертность в авариях на данный момент уже превысила показатели всего прошлого года. Молодые семьи Югры начали бессрочную голодовку. Пока в ней принимают участие только пять сургутян. Участники окружной программы ожидают от правительства автономии и аппарата губернатора встречи и решения проблем. В числе требований прекращение судебных разбирательств против семей по ранее выплаченной компенсации процентной ставки, выплата субсидии на покупку жилья детям, чьи родители были исключены из программы по достижению 36 лет, а также работникам бюджетной сферы. Также они требуют отменить ценз по сроку проживания в регионе для подпрограммы многодетные и особенные семьи. В помещении, где проходит голодовка, сегодня побывали представители администрации. Они предложили людям социальную, медицинскую и юридическую помощь. Мы пошли на крайней мере такие, как голодовка, потому что проблема касается тысячи молодых семей по всему округу. Голодовка у нас объявлена бессрочная. Мы ожидаем решения, мы ожидаем встречи с людьми, которые действительно решат нашу проблему. По нашему мнению, это правительство, аппарат губернатора. В Югре началась прививочная кампания против гриппа. В регион уже поступило примерно 300 тысяч доз препарата. Это 48% от плана. В этом сезоне для вакцинации населения от опасного острого инфекционного заболевания будут использовать препарат «Савигрипп». Он отечественного производства. Закупают его двух типов для взрослых и детей. Для юных жителей округа, а также для беременных женщин, медикамент используют без консервантов, очищенный. Это минимизирует возможные последствия после прививки. «Савигрипп» можно оставить малышам с 6 месяцев. Медики отмечают, что этот препарат доказал свою эффективность в прошлом году. Большого подъема заболеваемости не было. Уровень находился под контролем. В 2019-м состав препарата немного изменили. Это связано с прогнозом на циркуляцию штаммов вируса в Югре. Врачи предполагают, что распространенными станут типы А, Б и H1N2. «Три штамма вируса входят в вакцину. И достаточно рано, мы вакцину получили уже в конце августа, до сегодня, первые числа сентября, мы начинаем эту кампанию. В течение сентября, начало октября вторая половина вакцины в округ тоже поступит. И, соответственно, почти 780 тысяч жителей в округе будут привиты». Детей, которые посещают муниципальные школы и детские сады, будут прививать организованными группами в образовательных учреждениях. Родителям для этого необходимо дать письменное согласие на вакцинацию. Если ребенок домашний, то для того, чтобы поставить ему прививку, необходимо обратиться к участковому педиатру в поликлинику по месту жительства. Обязательно вакцинироваться должны педагоги, люди, трудящиеся в сфере оказания услуг, медики. Работодатели могут обратиться в медучреждение и пригласить врачей в офис, чтобы привить сотрудников. Эксперты отмечают, что до начала ноября желательно привить большую часть населения. Тогда получится создать хорошую иммунную прослойку и не допустить широкого распространения гриппа. Это инфекционное заболевание опасно своими осложнениями, которые могут довести и до летального исхода. «Мы уже проверили на себе, на наших семьях, на нашей всей семье уже в этом году. И мы, и наши семьи, мы в этом году уже привелись. Я уже перед вами живой и невредимый. Никаких последствий и даже предусмотренных, скажем так, поствакцинальных каких-то реакций у меня и у членов моей семьи, слава богу, не было. И поэтому я могу вам откровенно сказать, на собственном опыте». Отмечу, что вакцинация от гриппа в нашей стране включена в национальный календарь прививок. Его, кстати, в России планируют расширить. Иммунизацию от каких заболеваний могут добавить в национальный календарь, а также какое исследование проведут среди тех жителей Сургута и Сургутского района, кто поставит прививку от гриппа, расскажем в это воскресенье в нашей итоговой программе «Новости главные». Глава Сургутского района Андрей Трубецкой накануне работал в поселке Белый Яр. Он осмотрел объекты жилищного строительства. Активно идет возведение микрорайона «Гидронамыв». Он считается самым перспективным в поселении. Здесь планируют построить 250 тысяч квадратных метров жилья. Уже заселена многоэтажка на 363 квартиры. Подавляющая часть новых владельцев получила капитальные квадратные метры взамен деревянных по программе ликвидации аварийного фонда. К микрорайону подведут новую дорогу. Строительство станет самым масштабным за последние годы. Объем планируемых средств – более 400 миллионов рублей. Подготовку к возведению инженерной инфраструктуры и улицы начнут уже в этом году. Прямо сейчас в Белом Яру завершается 10-летний проект по организации автобусного движения. Для этого необходимо было отремонтировать дороги и обустроить остановочные карманы. До 15 сентября подрядчики должны закончить все работы. Ограждение практически все. Сейчас там люди оттуда с озеленением идут. Если погода, асфальтирование на этой неделе мы закончили. Да, вообще все. То есть здесь, потом вот это проходили по Островскому, то есть это все мы закончим. Все это успеваем. Погода вроде хорошая, сегодня мы Кусникову все закончим, Кусникову доделаем. А Островскому уже, ну, завтра не знаю, как там по погоде. На благоустройство поселений в этом году Сургутский район выделил 117 миллионов рублей. В Белом Яру подрядчики работали на улице Есенина, где создали детскую площадку и небольшую рекреационную зону. Планируется, что в первом микрорайоне через три года появится парк, включающий в себя игровую и спортивную зоны с малыми архитектурными формами, скейт-парком и площадкой для изучения правил дорожного движения. Примерный объем вложений первой очереди строительства – 52 миллиона рублей. Андрей Трубецкой остался доволен тем, как обновили хоккейный корт. Там уложили покрытие для игровых видов спорта. Таким образом, ледовая площадка стала спортивным объектом круглогодичного использования. Так-то хорошо. Ну, вот оно универсальное покрытие. Ну, посмотрим, как сезон выдержит. А так-то идея правильная. Программу визита в Белый Яр завершила встреча с жителями. Андрей Трубецкой отчитался о выполненных проектах и планах. За три года здесь поменяли все магистральные сети теплоснабжения. На ремонт улицы Толстого нашли 3 миллиона рублей. В 2020-м сдадут 4 детские площадки и обещают открыть культурно-досуговый центр. А что интересовало людей и о чем они спрашивали главу Сургутского района, знает Дмитрий Круковец. Встреча получилась очень острой. Звучали вопросы о переселении из аварийного жилья и решении коммунальных проблем Белого Яра. Я являюсь собственником жилья. Мой дом сейчас признан аварийным и расселяют. Я получила уведомление. Как мне быть? Такой суммы оплаты у меня нет. Я что получается остаюсь малолетним ребенком на улице? Я не одна здесь такая. Почему вы нас не можете поддержать? Условия региональной адресной программы предусматривают доплату со стороны собственника. В региональной программе четко написано, что без доплаты, даже если предоставляется, если не может быть предоставлено равнозначное по площади жилье, предоставляется только тем, кто проживает под оговором социального найма. Теперь, участие в программе исключительно добровольное. Никто вас понудить участвовать в ней или не участвовать не может. По словам главы района, в федеральном законе предусмотрена единственная норма, позволяющая выплатить собственникам деньги. Это перечисление выкупной стоимости недвижимости. Ее размер определяет оценщик. Ответ заявительницу явно не устроил, и дискуссия переросла в перепалку. Почему вы нас не защищаете? Кому нам обращаются? Вы наш глава. Елена Александровна, как нам быть? Я не одна такая остаюсь. Куда мы пойдем? Что нам делать? Собираем палаточные городки и будем жить около администрации на новых дорогах? Как нам быть? Значит, вы это слышали. Он может вас не устраивать, но он такой. Он такой. Пожалуйста, еще хотят задать вопрос. Следующий вопрос из смежной темы. Те, кто получил уведомление, не всегда согласны доплачивать за слишком большую разницу в квадратуре новых квартир. Я согласна платить за квадратные метры, но у меня квартира, например, 54 квадрата. Мне не нужна квартира 72, которую предлагаете вы. Я готова заплатить за разницу. Ну, максимум до 60 квадратов, например, да? Доплатить миллион и войти в социальную ипотеку беспроцентную. Согласна. Но мне 72, 75 квадратов не нужно. Предлагаются квартиры по очередности. То есть, если вам там впереди стоят 2-3 дома, вам уже остаются, что называется, остатки. Ваше право, и вы имеете полное на это право, не соглашаться. Подождите, следующий дом вам будет предложен более подходящий вариант. Один из самых эмоциональных диалогов получился между жителями дома на улице Шукшина, 12 и директором управляющей компании. По мнению людей, текущее содержание многоквартирника не производится должным образом. Кроме того, у жителей нет уверенности в том, что в строении капитально отремонтируют канализацию. Ремонт так и не делается, ничего не делается. В нашем подъезде шамбур, грубо говоря, плывет все. Сколько обращений, сколько писем, сколько собираем, не толку, ничего нет. На настоящий момент, на 1 августа, задолженность по содержанию текущей ремонта по Шукшина, 12, 106 тысяч, 800 тысяч. Я не про задолженность спрашиваю, причем, а сколько денег-то собрали? Вы же денежки живые собираете, куда потратили-то? Ну, на Сочвах. Не могу сейчас так ответить. Ну, слушай, так здорово. Андрей Трубецкой порекомендовал главе Белого Яра Елене Никифоровой провести муниципальный жилищный контроль и оштрафовать нерадивую управляющую компанию. Сколько ждать? У нас подъезд говно текет, извините за выражение. Вы сделали шамбур у нас в подъезде. 5 метров трубу не можете положить, чтобы не было вот этих мышей и вот этой сырости. А мы мучаемся, живем в этом. А каждый месяц по 1000 рублей платим в каждой квартире. Нафига я живем, ты что, понимаешь? Если на коммунизации так должен капитальный ремонт производиться в этом году, понимаете? Это не к ним обращайся, не я должен обращаться. Я против тебя. Ну, не ругайтесь с мужчиной. Значит, либо мы уважательно друг к другу относимся, либо мы прекращаем встречу. Да поймите, уже надоело. На ванище сидим, на фекалиях сидим. У меня прямо перед дверью канализация. Прямо перед дверью. Андрей Трубецкой порекомендовал коммунальщикам повернуться лицом к жителям. Символично, ведь директор управляющей компании большую часть диалога с клиентами стоял к ним спиной. Либо учиться работать, либо уходить с рынка, заключил глава района, но признал, что жилой фонд в Белом Яру сложный. Дмитрий Круховец, Сергей Поликов, Сургут, Интерновости. Муниципальное предприятие СПАПАД завершает подготовку общественного транспорта к зиме. Сезонное расписание начнет действовать с 15 октября. На линию выйдут 87 автобусов. Всего в парке перевозчика 102 единицы транспорта. В середине следующего месяца время ожидания нужного автобуса на остановках сократится в среднем на 5 минут. Регламентные работы по подготовке к зиме включают в себя проверку технического состояния автобусов, узлов и агрегатов, исправность отопителей в салоне. Зимой комфортно, что обеспечивают для перевозки пассажиров? Это дополнительно, которые стоят жидкостные подогреватели ВИБАСТО, которые обеспечивают поднятие температуры охлаждения жидкости, и чтобы был теплосъем, и чтобы в салоне была комфортная температура для нахождения пассажиров и для перевозки их. В каждом автобусе 6 печек стоит. Проверяется автотранспорт, готовится паспорт готовности предприятия к зиме, смотрится, проверяется техника. На сегодняшний день организация СГМОП, СПАПАД подготовлена в части оснащения боксов, автобусов. Техническое состояние будем проверять рабочей комиссией. Итоговая проверка готовности транспорта к осенне-зимнему сезону проходит традиционно в конце сентября-начале октября. В ней принимают участие сотрудники ГИБДД. В этом году теме общественного транспорта уделяется повышенное внимание. В конце 2018-го стоимость проезда на автобусах по некоторым маршрутам выросла в полтора-два раза. Причина в сокращении муниципалитетом дотации, которые покрывали автопредприятиям разницу между ценой билета за проезд и реальными расходами компаний в пересчете на одну поездку. Позднее было принято решение вернуться к практике субсидирования. В этом году на регулирование тарифов потратят 800 миллионов рублей. Деньги направят компаниям «Спопад», «Центр», «Тракт» и «Запси-повто». Пора в школу. В парке развлечений «Хапилон» прошел благотворительный праздник от русского радио в Сургуте. Событие это уже традиционное и проводится каждый год. Кроме развлекательной программы, организаторы вручили ребятам из многодетных и малообеспеченных семей подарки. Виктория Алексеева подробнее. Не отступая от традиции, русское радио в Сургуте в восьмой раз подряд организовало для ребят из многодетных и малообеспеченных семей праздник. Ежегодный благотворительный проект называется «Пора в школу». Руководство русского радио в Сургуте отмечает, что это праздник и для них самих наблюдать столько радости на детских лицах. У нас одна компания уже, это компания друзей, потому что они общаются не только во время праздника, сегодняшнего «Пора в школу», они общаются на протяжении всего времени, они участвуют в каких-то мероприятиях, которые мы проводим, они помогают друг другу. Отгадав все загадки аниматоров, спев с ними модные треки, детвора отправилась к аттракционам. Праздник очень классный, мне понравились аттракционы, само мероприятие, аниматоры, организация. Аниматоры нам красивую программу устроили. Больше всего понравился аниматор YouTube. К началу учебного года детям подарили полностью укомплектованные портфели. Внутри тетрадки, ручки, модные пеналы, яркие карандаши и все необходимое для учебы. Проект русского радио «Пора в школу» не единственный проект благотворительный. Также у нас есть новогодняя сказка, где мы также оказываем помощь многодетным малоимущим семьям. То есть это очень необходимый, нужный проект, который идет на поддержку таких семей. Праздник «Пора в школу» посетили около 200 юных сургутян. Виктория Алексеева, Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Прием заявок на участие в конкурсе «Семья года в Сургуте» по двум номинациям «Древо жизни» и «Трудовая династия» продлили до 10 сентября. Первый этап стартовал в феврале текущего года. На сегодняшний день поступило уже 20 заявок по 8 номинациям. «Мир семейных увлечений», «Семейные национальные традиции», «Молодая семья», «Трудовая династия», «Древо жизни», «Многодетная семья», «Крепкая семья», «Сильная держава». Нововведением в этом году стала номинация «Золотая семья» для супружеских пар, которые прожили в браке 50 лет и более. В 2019-м мероприятие приурочено «Году семьи в Югре». Самыми активными участниками являются молодые ячейки общества. По их категории организаторы приняли уже 6 заявок. Конкурсантам необходимо написать письменный рассказ об истории семьи, ее составе, указать семейный стаж, создать визитную карточку в форме видеоролика, серии фотографий или творческого номера. 28 сентября пройдут второй и третий этап конкурса. Церемония награждения победителей и призеров состоится 17 ноября. Стоит отметить, что организаторы помогают участникам при подготовке, обеспечивая их необходимыми материалами и сценической практикой. С семьями обязательно работают режиссеры, мы уже начали эту работу. Они в постоянном контакте, все свои творческие задумки, они обрамляются нашей помощью в интересные творческие номера. Мы выезжаем, если, конечно, семья позволяет, но пока все позволяют, мы приезжаем к ним домой, записываем какие-то интервью там для хорошего видеоконтента, чтобы они выглядели максимально красиво, максимально ярко. Выпуск завершат, коммерческая информация и прогноз погоды. Больше новостей на нашем сайте indifisnews.ru. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в центре событий. До встречи в эфире. Меховая выставка «Зимняя сказка». Цветная норка 58 тысяч рублей. Скидки 40%. Сургут с 10 по 15 сентября. Камертон. Субтитры предоставил DimaTorzok Тренинг Радислава Гондопаса, чтобы понять, как эмоции влияют на ваш успех и подчинить их себе. Звони 55 55 18. Подробная информация на сайте тренингового центра «Практикум». Легендарный театр танца «Галатея». Теперь и в Сургуте. Акробатика, модерн, джаз, контемпори, уличные стили, балет, чир-спорт, актерское мастерство. Театр школы танца «Галатея». Мы растим чемпионов. 30 лет победы 44А. 663 900. «Восток-ФМ». Только сочные хиты. «Восток-ФМ». Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте. 55-00-55. 55-00-55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Нависшие веки выдают возраст? Верните распахнутый взгляд. Смуз Ай. Блефаропластика без операции. Восстановление белка молодости. Сокращение площади кожи. Быстро. Без повреждения кожи. Без реабилитации. Доступная цена. Косметология будущего. Голдберг. 500-118. Этот ролик не совсем реклама. Мы просто хотим, чтобы вы посмотрели на красивые дома, детские площадки и наш чудесный парк. Мы – это жители новых малоэтажек в поселке Дорожный. Сотни колясок лучших брендов и красок. Классичные, футуристичные и очень практичные. Удобные и в цене бесподобные. Все коляски в карапузе. Карапуз. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а? Хорошо там, где есть радиодача. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.